В середине весны в 2015 году один мужчина в китайской провинции Юньнань собирал грибы в горах, неподалеку от своего жилища. Срезая очередной гриб, он заметил шевеление в ближайшем кустарнике. Подойдя ближе, он слегка удивился и, протянув руки, извлек оттуда небольшое животное. Рассмотрев его внимательно, мужчина решил, что это, возможно, заблудившийся щенок, и поэтому, не зная, куда его отнести, забрал его к себе домой. Думая, что это щенок собаки, он стал ухаживать за ним, исходя именно из этих соображений. Понадобилось около трех лет, чтобы выяснить, что же это за животное на самом деле. Именно столько лет спустя хозяин, уже привыкнув к своему питомцу и привязавшись, все же начал догадываться, что это уж точно не псина. Потому что животное вставало на задние лапы и было ростом по плечо своего хозяина. При этом весило около 80 килограмм. Конечно, он уже догадывался, но для более точного ответа вошел в глобальную сеть и начал искать информацию и делать запросы на специализированных сайтах. О странном животном узнали местные власти и решили наведаться к грибнику в гости. При проверке выяснилось, кого же все-таки подобрал мужчина несколько лет назад. Это оказался гималайский медведь. Плюс к этому на содержание в домашних условиях этого медведя должно быть разрешение, коего, конечно же, не было. Мужчине грозил штраф, но проверяющие отметили, что он хорошо обращался с животным, а также сотрудничал с ними и освободили мужчину отзыскания. Сумма штрафа составила бы примерно 28 тысяч рублей. Тем временем Мишку передали местному департаменту защиты животных, а те, в свою очередь, после строгого учета отдали его в приют для животных. Стоит отметить, что гималайские медведи обитают в холмовых и горных лесах от Ирана через Афганистан, Пакистан и Гималайи до Кореи и Японии. Их также называют белогрудыми медведями. Они вырастают до 150 и более сантиметров и весят около 120-140 килограмм. К сожалению, эти мишки особенно ценятся желчью, которую широко используют в традиционной китайской медицине. Для этого их даже разводят на специальных фермах, где они стремительно теряют здоровье и время их жизни сокращается до 5 лет с 30 лет, которые они могут прожить на воле. Вот так мужчина, не знавший примет красивого и грузного медведя, вырастил его под своей крышей. Наверняка ему было тяжело расставаться с ним. Как-никак он целых 3 года ухаживал за ним. Скорее всего они сдружились и теперь грибнику остается разве что навещать его в приюте. Кто знает, может на просторах ютуба появится трогательное видео, где медведь обнимает своего бывшего кормильца. А вы бы хотели иметь такое домашнее животное? Свою реакцию оставляйте в комментариях. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этой историей со своими друзьями. Пока!